Добрый вечер в Иркутске 19.00. Это время для программы Камертон. Мы работаем в прямом эфире для того, чтобы решать ваши проблемы, обсуждать главные темы областного центра, ну и делиться опытом города Иркутска с другими муниципалитетами Иркутской области, которые нас сегодня смотрят в ближайшие полчаса. Мой собеседник Алексей Распутин, депутат Дома Иркутска по 22 округу. Алексей Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу отметить, что Алексей Владимирович является также председателем Думской комиссии по муниципальному законодательству и правопорядку. Так что большой перечень вопросов как раз в вашей компетенции. 22 округ неоднозначный, большой. Давайте сейчас быстренько ознакомимся с тем, какие территории в него входят и продолжим диалог. Алексей Владимирович Распутин, депутат Думы Иркутска по 22 округу. На округе проживает 13 642 человека. В границах округа следующие улицы. Баррикад Зимняя, Карпинская, Каштаковская, Лебедева, Ленская, Напольная, Менделеева, Ремесленная, Сарафановская, Ушаковская и другие. А также микрорайоны Падь-Грязнуха и Славный. И несколько садоводств. Алексей Владимирович, вопрос, который я в этой студии задаю, наверное, каждый раз и каждому гостю. Действительно в Думе 8 месяцев. Новый председатель Евгений Юрьевич Стекачев. Смена спикера не могла не отразиться на деятельности депутатского корпуса. Ну вот вы как оцениваете? Стало ли Дума сплоченнее или наоборот больше сложности стало? Как вам работает при новом руководстве? Я хочу сказать, что смена спикера прошла довольно комфортно. На работе Думы никаких негативных последствий мы не почувствовали. Наоборот, у нас усилилась командная работа. Нужно сказать, что Евгений Юрьевич, он давно, не первый созыв работает в Думе, понимает все те вопросы, проблемы и саму организацию работы. Поэтому то, как выстраиваются сейчас отношения между депутатами, то, как строится в целом работа Думы, я бы сказал, что только положительные тенденции присутствуют, как в организационном плане, так и в содержательном плане. В целом ситуация становится лучше. Молодость-то спикера на руку нашему городу или наоборот, это все-таки такое неоднозначное качество? Ну, вы знаете, молодость понятие относительное. В том плане, что у Евгения Юрьевича достаточно большой опыт работы, есть понимание целей и задач, которые стоят перед городом в целом. А с другой стороны, молодость, она подразумевает креативное мышление, более живой отклик, скажем так, на проблемы, на поиск решений, что в целом не может положительно не отражаться на работе городских властей. Давайте о вашем округе поговорим, он действительно для вас уже точно родной. Вот главная особенность 22-го избирательного округа, с вашей точки зрения, в чем? Может быть, это люди, может быть, это расположение, может быть, постройки какие-то. Ну, вот вы бы какую отличительную черту своего округа назвали? Ну, я считаю, что главная особенность нашего 22-го округа, это все-таки люди. Люди в рабочем – это особый менталитет, это особая душевность, это особая прямота, это особое такое, знаете, неприятие какой-то вот фальши. Вот здесь одновременно и легко, и тяжело работать, потому что ты попадаешь, как вот на рентген. Очень хорошо видно твою суть, то, на что ты способен, и как ты способен справляться с теми задачами, с теми проблемами, которые стоят перед округом. При этом люди очень душевные, очень готовые на отклик, отзывчивые, и, что нужно сказать, очень активные, и очень помогают в работе, вот именно по раскрытию тех вопросов, тех проблем, которые стоят перед округом, вот, и в решении, конечно же, проблем. Вот, при этом очень разносторонний народ у нас в рабочем, любят и умеют проводить общественные мероприятия, праздники, поддерживают инициативы. Я, как депутат, стараюсь, как бы, вот эту вот атмосферу понять, и я так думаю, что у нас получаются те наказы, те позывы, те внутренние мотивы, которые звучат и на встречах, и на приеме их уловить, и реализовывать в текущей работе. Ну, еще, конечно, географическое ваше месторасположение, вы же почти в центре, в шаговой доступности от центра. Ну, давайте все-таки на проблемах сейчас немножко сконцентрируемся. Одна из главных проблем округа, несмотря на то, что очень близко от центра, в шаговой доступности от нижней набережной нехватка мест для отдыха, то есть нет каких-то своих пространств, рекреационных зон, и вот одной из таких зон может стать набережная Ушаковка. Мы с вами уже в этой студии неоднократно говорили, уже видели проект, насколько это все будет красиво и хорошо. Депутаты Иркутска не единожды обращали внимание на эту зону, но вот, к сожалению, рынок Знаменский, его постройки, которые сейчас суд признал незаконными, несколько затормаживают всю деятельность. Наши корреспонденты на место съездили. Давайте сейчас посмотрим сюжет, потом обсудим. Так сегодня выглядит утвержденный проект новой набережни на реке Ушаковка. Это будет абсолютно новое место отдыха. С пешеходными мостами, велосипедными дорожками и фестивальной зоной. Финансирование будет выделено по программе формирования комфортной городской среды. Единственная преграда – вот эти постройки рынка Знаменский. С 2010 года огромная территория используется под автомагазины, шиномонтажки и склады, которые, кроме прочего, еще и загрязняют окружающую среду. Были проведены экологические исследования, проводили их независимые лаборатории. И выяснилось, что оказывается, что предельно допустимая концентрация по всем параметрам всех показателей зашкаливает, завышена. То есть Знаменский рынок является существенным загрязнителем нашей реки Ушаковки, которая уже с 2018 года считается рекой федерального значения. В мае 2017 года комитетом по управлению муниципальным имуществом города Иркутска вынесено постановление о сносе 63 павильонов. Собственников предупреждали, однако добровольно свои торговые точки до сих пор никто не убрал. Общество не согласилось с данными распоряжениями. Они были обжалованы в арбитражном суде Иркутской области, а также устояли сейчас в 4-м арбитражном апелляционном суде. То есть наши распоряжения признаны законными, но собственник сам не устраняет и арендаторов вводит в заблуждение. И люди, к сожалению, у нас на сегодняшний день продолжают работать в объектах самовольного строительства, подлежащих сносу. Останавливаться городские власти не намерены. В ближайшее время территорию все-таки начнут приводить в порядок. И, наконец, у местных жителей появится свободный доступ к берегу реки, которая много лет была закрыта от них шлагбаумами. После чего начнется строительство еще одной, уже пятой по счету, набережной областного центра. Екатерина Нерушкина, Анастасия Куренова, Сергей Полянский, Камертон. Это Камертон. Мы продолжаем. Алексей Владимирович, я знаю, что в администрации недавно было совещание, по которому принято как раз решение о сносе этих незаконных строений. И по нашей информации жители это как раз поддерживают. Но жители есть как по одну сторону баррикад, так и по другую сторону. Одни работают на рынке Знаменский, другие хотят на месте рынка видеть все-таки красивую набережную. Как эту дилемму пытаетесь разрешить? Какие у вас есть наметки, чтобы как-то консенсусу пройти? Здесь не решение совещания в администрации. Здесь есть решение суда, которое, безусловно, необходимо выполнять. То, что касается самой предыстории, как мы подошли к этому вопросу, откуда этот вопрос возник. Как вы знаете, уже два года у нас в городе и вообще в области в целом по стране реализуется такой замечательный проект, как формирование комфортной городской среды. И мы, как депутаты, каждый на своем округе в том числе, стараемся найти места, которые нужно благоустроить, которые нужно превратить в общественное пространство. Используя вот эту возможность включения в программу и реализацию этого проекта. Когда мы стали рассматривать берег Ушаковки, это безусловно. Ушаковка это такое... Река, берег реки, всегда хорошо отдых. Сокровище, скажем так, города Иркутска. Представляют из себя замечательные места отдыха для горожан априори. Поэтому мы, депутаты, особое внимание осмотрели на... То есть депутаты тех округов, которые расположены на берегу реки Ушаковки, с особым вниманием рассматривали, каким образом нам можно благоустроить именно Ушаковку. И для этого мы провели анализ вообще тех территорий, которые находятся, и обнаружили, что замечательное место, которое может и должно стать зоной общественного пространства, общественного отдыха, занято рынком Знаменский. И, соответственно, отсюда пошло все вот это движение по поводу того, по поводу выяснения законности построек. Причем в эту территорию попал не только рынок Знаменский. Мы рассматриваем вообще все берега Ушаковки, все земельные участки, на каком основании они заняты, на каком основании на них что-то расположено. То есть это системная работа в рамках благоустройства всего города. И мы обнаружили, что рынок Знаменский с теми постройками, которые на нем находятся, находятся в принципе вне зоны правового регулирования. То есть это самозанятая территория. При этом мы понимали, у нас есть проект благоустройства именно этого участка. Участок достаточно большой, порядка двух гектаров. Кроме этого, рынком Знаменский еще занят часть территории под тротуарную дорожку, это на улице Баряка. То есть обратить внимание именно на рынок Знаменский нам, скажем так, помогли обращения наших жителей, которые приходили и задавали нам вопросы по поводу времяпровождения своего на берегу реки Ушаковка. Поэтому мы стали рассматривать этот вопрос. И в результате этого рассмотрения определили, что строения стоят незаконно. Кроме того, они мешают нам благоустроить конкретное общественное пространство. Кроме того, они не дают нам благоустроить зону тротуарную. То есть у нас получается люди идут вдоль дороги по тротуару, потом вынуждены идти по проезжей части, потом дальше где-то пытаться выйти опять на тротуар, на пешеходные дорожки. Поэтому мы начали абсолютно в рамках закона, обратились в суд с этим вопросом. И суд вынес решение относительно двух участков, большого двух гектаров, которые находятся под рынком Знаменский в водоохранной зоне. Водоохранная зона тоже подтверждена, что там ничего нельзя вообще построить. И плюс вот этот тротуар, который необходим нашим жителям. То есть мы обратились в суд, суд рассмотрел по существу эти вопросы и признал эти постройки незаконными. Решение суда вступило в силу и соответственно в рамках всех судебных и исполнительных процедур сейчас будет осуществлен снос этих незаконных построек. И соответственно будет реализовываться тот проект, благоустройство общественного пространства, который на сегодняшний момент имеет место быть. Мы его на заседаниях рабочей группы с архитекторами, заинтересованными инвесторами посмотрели, доработали с учетом замечаний, с учетом подъездов, разъездов, зон для отдыха, зон для каких-то игровых, спортивных вещей. И понимаем, что там на месте рынка Знаменский у нас появится. Кроме того, для того, чтобы более детально разобраться в вопросе, потому что есть такой посыл со стороны, я так понимаю, нельзя назвать собственника, предпринимателя, о том, что вы где-то какие-то социальные права нарушаете и не даете нормально работать и развиваться предпринимательскому сообществу. С этой точки зрения суд расставил все точки над «и». И здесь в абсолютно законном порядке будет этот рынок снесен и построен. Ну, расскажу свою мысль. То, что мы провели общественные слушания Думой. Присутствовали все депутаты Думы. Мы пригласили все заинтересованные лица. Мы пригласили надзорные органы. То есть это и с точки зрения водоохранной зоны. Выслушали доклады с точки зрения прокурорского надзора, с точки зрения судебных, юридической составляющей. И пришли к тому, что однозначно здесь мнение, решение суда правильное. И, соответственно, решение суда нужно исполнять. Вот я надеюсь, что мы все эти процедуры пройдем, отстроим там замечательное общественное пространство, которое будет радовать наших жителей. От себя дополню. Я уже сказал о том, что мы не только участок на рынке Знаменский сейчас рассматриваем. На последних рабочих группах мы заслушали информацию от Комитета по управлению муниципальным имуществом города вообще о том, чьи это участки, в чьей собственности находятся, используются ли они по назначению вдоль реки Ушаковки. И мы продолжим системную работу в этом направлении. То есть река Ушаковка, конечно же, должна принять нормальный цивилизованный вид. При этом я уже говорил как-то в одном из своих выступлений у вас о том, что прорабатывается общая концепция по реке Ушаковка и прорабатывается таким экспертным сообществом зимний университет, куда привлечены и иностранные архитекторы, и наш технический университет над этим работает. Будет вырабатывается общая концепция, в концепцию в том числе войдет благоустройство обеих берегов реки Ушаковка, да, и соответственно мы будем работать над участками для того, чтобы их привести в должный вид в соответствии с концепцией. Алексей Владимирович, ну логичный вопрос. Вот после всего этого действительно по суду все законно, все правильно, но почему только сейчас возник этот вопрос, потому что рынок занятости, насколько я знаю, давно существует, Ушаковка у нас давно не является местом пригодным для отдыха, да, почему вот именно сейчас этот вопрос встал так остро, встал на повестку дня и наконец начал сдвигаться с мертвой точки. Да, я уже сказал о том, что сейчас заработала программа «Комфортная городская среда», где мы получили в том числе финансовые возможности для благоустройства общественных территорий. Вот, и мы начали рассматривать территории вообще, которые возможно благоустроить в рамках города, да, и, соответственно, начали ревизию всех тех участков, которые, тех мест, в которых возможно это благоустройство. Соответственно, мы как бы подошли к вопросу о том, насколько законной или незаконной здесь расположение рынка Знаменский. Кроме того, меня как депутата на эту мысль натолкнули обращение граждан, потому что в часы приема приходят люди и спрашивают, а почему так? А почему, значит, вот разве это возможно? На берегу реки, значит, сделали вот такой вот рынок, там горюче-смазочные материалы, там проводятся работы, которые, на наш взгляд, ведут к ухудшению экологической обстановки. Этого нельзя делать, давайте вот проверим. И мы стали заниматься этим вопросом. И вот совокупность этих обстоятельств, она и привела к тому, что мы вплотную занялись. Ну, повторюсь, что это первый участок, которым мы занимаемся. То есть дальше мы продолжим эту работу системно. То есть не исключены дальше ревизии земли, сносы незаконных поступков. Хотелось бы предупредить вот такую вот негативную реакцию со стороны тех, кто каким-либо образом нарушает закон с точки зрения земельного законодательства, природоохранного законодательства, во избежание каких-то социальных негативных моментов. Потому что мы видим, что порою создается какой-то негативный информационный фон, казалось бы, простых, понятных для людей вопросов. Потому что, ну, извините, но нельзя на берегу реки строить там какие-то вот боксы, в которых хранятся горючие смазочные материалы. В любом случае, любые постройки должны быть законны. Они должны располагаться на участках, на которые имеются правоустанавливающие документы. Должны все нормы безопасности и пожарная, и природоохранная, и прочее, прочее, выполняться. И как бы манипулировать вообще общественным мнением в этом плане, да, в угоду интересов, допустим, немногочисленных коммерсантов, это, наверное, и с точки зрения города, и с точки зрения городской власти, это неправильно. Вот. И здесь мы эту работу продолжим целенаправленно, и будем ее систематически исполнять. Хотелось бы предупредить коммерсантов о том, что, да, работа будет продолжена, да, эту работу мы будем дальше вести, чтобы это как бы, чтобы могли подготовиться к этому. Где-то вот, чтобы для нас, для всех и для жителей города это прошло более гладко и менее болезненно. Ну, я думаю, что неправильно не только с точки зрения города, с точки зрения морали, наверное, потому что правовой нигилизм это все-таки не то, чем нужно жить в 21 веке, и, слава богу, что наше общество это прекрасно понимает, это прекрасно понимает. Я еще одну ремарочку хочу сказать, что в том случае, что если вдруг нарушены права людей, да, которые зашли на этот рынок, работают на этом рынке, мы все находимся в правовом поле. В этом вопросе тоже можно разобраться, разобраться с законной точки зрения, да, никто не мешает обратиться, допустим, к адвокатам, обратиться к юристам для того, чтобы рассмотреть вообще вопрос, да, если вдруг меня кто-то там в качестве, принял в качестве арендатора, оказалось, что за этим не стоят никакие правоустанавливающие документы на землю, на постройки, еще какие-то вещи, то, я так думаю, все равно виновник может быть определен, и с виновника можно получить возмещение ущерба. Поэтому в этом направлении надо в рамках закона работать, вот, ну и дальше, конечно, не допускать подобных вещей, прежде всего, знакомиться с документами правоустанавливающими на те объекты, которые люди берут в аренду. Ну, если к вам предприниматели обратятся, поможете им в правовое поле? Не всякого, в сомнении, конечно. Прекрасно, давайте теперь о хорошем. Начали мы программу, говорите, программе «Комфортная городская среда». Действительно, программа очень популярная, очень хорошая, город преображается, но преображается ведь не только общественное пространство, не только глобальный проект. В нее заложены, заложены и дворовые территории. У вас эта работа как-то ведется на округе, жители-то активно участвуют, хотят облагораживать свои дворы, свои придомовые территории. Какие итоги этого лета, этого строительного сезона? Я уже говорил о том, что у нас особые жители. Наверное, каждый депутат считает своих жителей особыми, но тем не менее. Конечно, у нас проводится комплексное благоустройство дворов. Я хочу сказать, что активные жители обращаются к нам в приемную, к моей помощнице, ко мне непосредственно. И мы всю эту процедуру, которую необходимо пройти для того, чтобы благоустроить свои дворы, мы помогаем. Помогаем, объясняем. У нас уже, конечно же, есть положительные примеры о том, как наши дворовые пространства были приведены в порядок. Причем, поскольку идет комплексное благоустройство, у нас оно бывает, что и на два года растягивается. В одном из дворовых пространств мы часть работ, поскольку это достаточно большой проект и капиталоемкий, часть работ мы провели в прошлом году, в этом году мы заканчиваем. То, что касается общественных пространств, я вам уже говорил, скажем так, хвалился, что у нас есть замечательная Каштаковская роща, которая стала таким местом проведения общественных мероприятий, местом сбора жителей, проведения праздников. И активность наших жителей проявилась еще и в том, что, когда шло голосование за общественные пространства по правобережному округу, мы заняли третье место. То есть мы, те, кто проголосовал из жителей нашего района, за благоустройство Каштаковской рощи. И буквально на прошлой неделе мы собирались большим коллективом глава правобережного округа, глава комитета по городскому обустройству. И нам было обещано, то есть первые два места, те общественные пространства, которые заняли первое и второе место, были благоустроены в этом году. А Каштаковская роща, которая заняла третье место, сказали 100% будет благоустроена, окончательно уже благоустроена в следующем году. То есть мы будем с удовольствием встречать, скажем так, наших благоустроителей, всем, чем можем им помогать. И надеемся, что тот вид, который, как мы представляем, наше общественное пространство, будет к концу следующего года приведено в тот вид, который мы ждем. То есть рабочим может сразу два больших общественных пространства появиться и Ушаковка и Каштаковская в ближайшее время. Было бы неплохо. Ну а вернемся к дворам. Наша съемочная группа выехала на место, показала, как жители относятся к тому, что их дворы приводятся в порядок. Ну и сравним, как было до и как стало после. Давайте посмотрим сюжет. Звонкий детский смех, своры играющих ребятишек и довольные родители, жители двора улицы Напольная в предместе рабочие еще недавно не могли даже представить, что на месте голого пустыря появится красивая и безопасная детская площадка. Все изменилось благодаря программе формирования комфортной городской среды, которая начала действовать с 2017 года. Ну, с 2012 года мы здесь живем, в этом доме. Здесь не было ничего. Было очень грязно. И, конечно, детям играть вообще нигде было. Площадка появилась года три назад. Ну, построилось достаточно быстро. И, конечно, дети очень довольны. Благоустройство некоторых территорий, попавших в программу, разделено на два этапа. Так, во дворе домов Напольная, 77-79, выполнены работы по облагораживанию территории и частичные установки современного игрового комплекса. Следующим летом в порядок приведут и оставшееся пространство, но местные жители уже облюбовали новое место для отдыха. Пока дети изучают новые постройки, их родители общаются, сидя на новых скамейках. Угодить все мы сразу постарались и проектировщики площадки во дворе на улице Баррикад. Теперь здесь не только городок для самых маленьких, но и спортивные турники и теннисный стол для ребят постарше. Больше, чем играть в этом дворе, любят заниматься спортом. Ну, старая площадка, конечно, была никудочная. Там, можно сказать, построили довольно быстро, качественно, я считаю. Были наделочки, они приехали через два дня, сделали люди. Так что нормально. Я скажу, нравится и мамочкам выходит гулять, молодежь выходит. В рамках программы формирования комфортной городской среды иркутские дворы и детские площадки будут приводить в порядок до 2020 года. У горожан в запасе есть достаточно времени, чтобы направить в администрацию города все свои пожелания по обустройству своих родных уголков. Галина Соболева, Анастасия Куренова, Сергей Полянский, Камертон. Смотрели, как прекрасно восстановится жить в рабочем, но я полагаю, что с учетом благоустройства население это тоже растет. Это если растет население, значит должны строиться социальные объекты. Как у вас в этом плане, как со школами, как с больницами, что бы еще на округе построили у себя? Начальный блок 66-й школы мы сдали. Ребятишки, около 500 человек, уже учатся в нем. Следующим этапом у нас, помимо этого, у нас строится самый большой в Иркутске детский сад на 350 мест, который мы планируем сдать уже в следующем году. Помимо этого, такая наболевшая тема, очень важная тема для нашего округа, это физкультурно-оздоровительный комплекс. В настоящее время определен окончательно участок, это улица Ленская, где будет расположен физкультурно-оздоровительный комплекс. Сформировано техническое задание на его строительство и в ближайшее время начнется проектирование нового физкультурно-оздоровительного комплекса в рабочем. Я хочу поблагодарить администрацию города, прежде всего, за такое внимание к этому вопросу. Здесь лед тронулся, участок определен, идет проектирование. Я думаю, что при хорошем раскладе мы в следующем году, в принципе, уже сможем приступить к строительству. Непосредственно к строительству. Также важнейший вопрос для нас, это культурно-досуговый центр. Здесь тоже есть положительные сдвиги. То есть мы даже, когда обсуждаем эту тему в городской администрации, мы не говорим о том, что культурно-досуговый центр, мы говорим дом культуры. Потому что на такой большой район, как рабочие, в принципе, нет ни одного культурного такого объекта, где бы можно было собираться, проводить какие-то общественные мероприятия. В конце концов, кружковые какие-то моменты для школьников, для общественных организаций. Поэтому здесь этот вопрос рассматриваем и рассматриваем его довольно так полновесно. То есть рассматривается вопрос умежеваний участка для того, чтобы размежевать и получить участок именно под дом культуры в рабочем. Сейчас эта работа ведется, я думаю, когда я буду отчитываться по итогам работы в конце года, у меня уже будет более детальная информация и по проектированию, и по срокам строительства. Также важнейший вопрос, который волнует наших жителей, это строительство новой поликлиники. Я повторюсь, что наша поликлиника 15-я перегружена в два раза. То есть при нормативе в 15 тысяч человек за ней закреплено порядка 30 тысяч. И само лечебное учреждение, оно не приспособлено в принципе для того, чтобы принимать пациентов. Оно это приспособленное помещение, сделанное из двух домов, между собой соединенных там пристроем. Остается пожелать удачи, потому что такое количество проектов на одном округе – это редкость для Иркутска. Ну и я надеюсь, что все получится. Алексей Владимирович, спасибо большое, что пришли. Это был Камертон. До встречи.